добрый день дорогие друзья вы на волнах альтернативного блога видения с вами андрей куречек спасибо всем кто подписывается комментирует ставит лайки и продвигает наш канал надеюсь скоро настанет 46700 на пике тех самых кого мы будем перевоспитывать тут значит вчера вчера наши доблестные видимо губопик как всегда эти герои герои не моего романа правда ну неважно значит наведались и сделали обыск у екатерины пытливой журналистки которая уехала в литву и сейчас является ведущей журналисткой и редактором маланки такого медиа нового созданного в литве очень успешного мы тут с вами сами проводили опрос оказалось что на втором месте после белсата люди смотрят маланку с большим удовольствием катя там ведущая и автор и редакторы все вместе взятые вот все знают что да там уже много месяцев тем не менее значит пришли к ней на квартиру и где она уже не живет конечно и все это знают что она не живет и и там устроили обыск как выглядит обыск по белорусские друзья мои прошу вы понимали значит разгромили все вот видите да вот так сломали двери это естественно сломали двери дальше громили громили вот это вот при том что ну какие-то старые просто вещи сложены которые катя не не взяла какие-то пластинки вот превратили все в хаос но самое удивительное для меня друзья порезали фотографии просто взяли порезали фотографии вот я правда пытаюсь понять если обыск это следственное действие это официальное серьезное выписанное в уголовно-процессуальном кодексе действие которое должно проводиться при понятых по определенным правилам как под эти правила можно подвести нарезание личных фотографий ну что просто в голове у этих людей я понимаю что мы живем вы мне скажете мы живем варварскую эпоху в варварском государстве что мне объяснять вот люди приходят делать обыск вместо этого занимаются просто порчей чужого имущества режут фотографии зачем-то ломают двери до них потом не оплатят это правильно чтобы дверь поставить новую или чтобы они там эти фотографии или что-то еще там какие-то вещи и так не первый раз то есть обыск перестал быть на самом деле ну следственным действием он стал средством просто ну на свинячить на свинячить у людей которых они не могут добраться или которых могут добраться вы просто ему показать посмотрите какие мы вот как какие правоохранительные органы вот после такого обыска как их воспринимают обычные люди они любят они их ценят они их уважают то есть можно ли уважать в европе полицейские которые пришли разгромили тебе квартиру порезали тебе личные фотографии там с детьми твоими и т.д. и т.п. вот и ушли и ну мы с вами проводили опросы как насколько есть доверие белорусской милиции она стремится к нулю потому что потому что вот такое поведение она ничем не обоснованно она вот ничьи если бы она была хоть чем-то обоснована ну там не знаю преступник оказывается сопротивление поэтому к нему применяется физическая сила да но я понимаю но когда знаю что хозяйка давным давно живет в литве ее сто лет нету ну вот прийти просто разгромить квартиру без всякого смысла процессуального юридического любого как это было зачем это и это же вопрос вот они не понимают они ну ладно там шекспиров не читали да и музыку там мусорского вряд ли они слушают по утрам и вечерам вот но есть же просто извините меня некие их же собственные правила по которым они должны действовать нет и правил этих нет вот просто налет осуществляется ну так она по виду выглядит и потом спрашивает а почему это белорусской милиции никто не доверяет а почему это белорусской милиции никто не удивительно действительно почему с чего вдруг с чего вдруг никто не доверяет белорусской милиции может быть как-то надо ну хотя бы элементарно хорошо вы боретесь с позиции вы боретесь с инакомыслием вы защищаете эту власть но ради бога но есть же вещи оправданные там на вашем пути да а есть просто дичь вот это как по мне резать а детские фотографии это дичь это дичь это ну наряд ну не знаю это надо к психологу ходить если ты режешь чужие семейные фотографии напишите свое мнение в комментариях но катя скажу ну правильно уехала катя зачем тебе встреча с этими чудесными людьми вот доплюсти на эти вещи там и все закрой продает квартиру или или там отдай родственникам и все и закрой эту тему зачем тебе общение с этими чудесными людьми которые режут фотографии твоих детей такое мое мнение вот так что молодцы те журналисты которые уехали спокойно работают из-за рубежа а что им делать вот ждать вот этого спасибо всем кто поддерживает ставит лайки комментирует смотрите хочу быть ли вы тоже она блестящий журналист всем пока